Ох, сейчас будет что-то горяченькое, готовьтесь! Товарищи покупатели, наш магазин закрывается через 10 минут. И леопарда просто там море морское. Но раз это тренд, надо брать. Вы потрогали его, вы бы офигели. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свеи. И сегодня будет огненное видео, долгожданное секонд-хенд, да еще и тренд. В чем заключается тренд сегодняшнего секонд-хенд? Я прям это, стихами запела, заговорила. Как вы знаете, в последнее время сейчас носят тигру. Тигру я называю леопарда. Не знаю, почему все время, когда я вижу леопарда, у меня сразу врывается слово тигра. И я уже начала было поправляться, и начинаю привыкать называть вещи своими именами. И кто-то в комментариях из девочек написал мне, не называй леопарда леопардом, а ставь его тигрой. В этом что-то есть. Поэтому я думаю, ах, даже если это не одно и мне нравится, пусть наш леопард будет тигрой. Итак, в последнее время я заметила, что тигра сейчас очень-очень модная. И прям ее везде носят. Сначала я смеялась над этим. Может быть, вы видели видео, где я оделась, типа, как бы я никогда не оделась. Или что-то нелепое там друг к другу мы подобрали с Кристиной. Не помню. Ну, помню, что я одела тогда такая, типа, шуба-пальто, и она была вот такая, тигра. Все равно хочется поправить теперь на леопарда. Господи, эти умозаключения внутренние. Тебе нравится как-то называть вещь. Потом ты знаешь, как ее назвать правильно, и вечно вот это вот, ты делаешь привычку, потом поправляешь себя. А потом, короче, вот так, и вот так, и вот так. В общем, ужас. Ладно, давайте буду, короче, назвать леопарда леопардом. Все-таки. Короче, как получится. И, в общем, я взяла этого леопарда, одела на себя, и вроде, типа, было мне смешно. Потом, когда я монтировала видео, выложила для вас, смотрю, думаю, гля, ну ничего смотрится. Потом смотрю просто везде этот леопард, засеянное им все. Но для меня просто леопард ассоциации еще с теми временами, когда, знаете, типа, это было модно, но это уже была полная безвкусица леопард этот. Но сейчас реально он тренд. Знаете, все новое, хорошо забытое, старое. И вот когда оно все это ушло, для меня оно все еще осталось, вот эта тигра, в том просто безвкусном моменте. И когда я увидела, что ее везде, и реально можно сочетать ее с какими-то вещами, что реально оно как-то обыгрывает. В принципе, та прикольная расцветка, ну, такая бантера, тигрица, ну, согласитесь. Каждый из нас хочет очутиться в таком, да. Короче, я решила взять. И самое интересное, что от того, что это пестрая расцветка, я не совсем уверена, что я ее буду носить постоянно. Возможно, она мне один-два раза, я ее надену на себя, выйду куда-то, и все, и будет она лежать. Поэтому, допустим, тратить много денег на эту расцветку я не буду. Я могу потратить деньги там на какую-то кофточку вот такой, нейтральные цвета. Это то, что я буду носить всегда, я затаскаю, да. А вот, допустим, яркие, особенно с какими-то ромашками, цветами или вот такими животными принтами, я на самом деле не уверена, что это носить. Поэтому тратить деньги не хочется. Итак, первые мои покупки. Это я зашла. Естественно, я ждала, пока будет самая конечная распродажа в секонд-хенд. Это 300 рублей килограмм, когда можно купить все за копейки. И для меня это, честно говоря, какой-то азарт. Зайти в магазин, и вот все уже, все распродали, и я все равно из этой конечной распродажи найду какие-то интересные вещички и вам покажу. И самый кайф в том, что ты тратишь на это самые маленькие деньги, а получается что-то очень прикольное, то, что тебе может еще и пригодиться. Итак, я дождалась конечной распродажи и пошла. Увидела эту тигру. И думаю, дай возьму. Самое интересное, что я пошла туда, думала, что магазин еще работает. Захожу такая, беру корзинку, а мне, не мне точнее, а всем. Она уже видит, что я настроилась на входе еще. И такая, товарищи покупатели, наш магазин закрывается через 10 минут. Я говорю, как 10 минут? Она такая, мы до 6 сегодня работаем. И я такая, я просто пробежалась, как фурия по всему этому. Единственное, что я увидела, даже без примерки, просто взяла две вещи. Первое, что я увидела, это вот такая вот кофточка, леопард. Мне понравилась ее ткань, потому что мне кажется, что это ХБ, то есть ХБ мы любим. Мне понравилось, что здесь свободненькие такие рукавчики. Ее нужно сейчас немножечко пригладить, чтобы посмотреть, как она будет смотреться. Я вам уже покажу ее, естественно, приглажено. Вот, здесь идет завязочка такая, тоже мне этот, знаете, ну как бы вот, что-то в этом есть. Я сразу представила кофточку, она такая длинненькая, да, ее можно заправить в черные, например. Ну, не брюки, я вижу такую черная строгая юбка, да, такая по колено. Вот такая кофточка и даже, кстати, шорты короткие тоже будут неплохо. И тогда ботфорды сюда. А если с юбкой, то тогда просто на каблуке, да, там платформочка, каблук. Вот недавно имел прикольную обувь такую же. Хочу себе, наверное, взять что-то на каблуке. У меня все обувь без каблука. Хотя можно даже и без каблука. У меня вот есть прикольные ботиночки, они без каблука отлично бы тоже сюда смотрелись. В общем, вот такая вот кофточка. И второй вариант, это я, ну просто уже, ладно, думаю, а сделаю-ка я видео Second Hand леопардовое. И вообще, ну там очень много леопарда на самом деле. Сейчас я в другой еще магазин нашла, потом уже не на распродаже, сейчас я вам покажу. Там тоже много леопарда, поэтому это сейчас леопардовый Second Hand тренд. Короче, вот такое платье нашла. Оно просто, просто оно сделано из вот мягкой ткани, из которой делают домашние костюмы, да. Принт такой уже с синими немножко напевами такими. Кстати, материал вот этот мне напоминает, по-моему, кресло так раньше обшивали. Таким материалом, мам, ты не помнишь? Какие-то были эти. Да точно, сто пудов из этого материала. Не покрывало. Покрывало на кресло и диваны, да. Офигеть! Господи, платье сделали. Ладно. В общем, мне здесь понравился вырез. То, что здесь можно выкатить грудь свою, да. Но сделать вообще секси-пекси. Естественно, это только все для любимого. Соблазнить. Вот тигрица такая вошла, понимаете. И здесь еще очень интересно. Оно короткое. Рукав то ли длинный, то ли три четверти сейчас увидите. И здесь очень интересно сделанная сборка. Она идет спереди, сборочка такая. И сзади. То есть сзади и спереди. Спереди и сзади. Ну, в общем, поняли, да. Короткое платье, но это исключительно для любимого. Я не знаю, куда я смогу в таком выйти. И вот эта вот сборочка, она очень хорошо сзади подчеркивает. Ягодицы ваши. То есть их не нужно качать неделями в спортзале. Просто одели вот эту тигрицу, выкатили грудь, подчеркнули ягодицы. И просто, ну, просто все, все выпадают сразу. В общем, эти два платья я взяла за 124 рубля. Понимаете, да? Ну, то есть нельзя сказать, ой, взяла 124 рубля. Это все равно, что мне просто их подарили вот так и сказали, Силь, покажи девчонкам, что в секунде продается. Поэтому 124 рубля не жалко. Далее пошли. Потом во все наши три магазина, которые рядом со мной находятся, завезли новую коллекцию. Новая коллекция стоит 1799 рублей килограмм. Я подумала, что это блина-блина, она очень много дороже, да? То есть если это я взяла на 100 рублей, то без распродажи это мне вышло бы, ну, во сколько раз дороже? В 6 раз дороже. Уже было бы жалко тратить на вот такое деньги, да? И, короче, я думаю, ладно, пусть еще немножко спадет. И, в общем, дождалась я дня, когда было все 1000 рублей килограмм. 999 рублей килограмм. Думаю, ладно, дай зайду. Может, там действительно выбор будет побольше, и я что-нибудь выберу. И леопарда просто там море-морское. Я взяла себе еще одно платье, но оно уже, это скорее всего, хлопок с вискозой. Вот такой леопард, уже более мелкий. Уже не, как вы поняли, да, не покрывальные на пивы. И здесь еще очень интересный дизайн. То есть оно свободное. У меня есть подобное платье. Вот, смотрите оно какое, видите? Вот это у меня горлышко, вот рука. А тут идет раз. Видите? То есть оно такое необычное. Тоже короткое, но оно и как туника смотрится. То есть его можно под черной лосиной, например. И очень какие-то классные модные ботильоны. Да, я увидела прикольно. И кожаную куртку. Мне показалось, это будет очень круто. Плюс это натуральная ткань. То есть она очень приятная к телу. Дальше я увидела брюки. Думаю, мой размер. Тоже леопард. Тоже увидела под них черные ботильоны. И, например, кожаную куртку. И черный какой-то легенький топ. Подумала, что это будет очень стильно и красиво. Главное, чтобы штанишки сели. И когда я их померила, это мой размер. Здесь написано. Евро 34. Европейский 34. Ну, короче, это эско, в общем-то. Не знаю. Разные размеры. Потому что это из Европы везут вещи. Поэтому здесь по-русски и нет. Здесь только евро и Франция, что ли. В общем, разные размеры, только не русские. Я померила эти брючки. И они очень понравились, как они на мне сидят. Во-первых, попочка подчеркивает отлично. Нигде ничего не давить. Очень легкая. Ну, единственное, конечно, я не знаю, что это за материал. Кстати, не кажется совсем прям какой-то синтетикой. Какая-то смесь. Это брючное что-то. Тут даже запасная пуговка есть. Ну, то есть, вы понимаете, что брюки достались мне совершенно новые. Бирочку еще вот не досняли. В общем, все круто. И длина очень хорошая. То есть, я подумала, ну, раз это тренд, надо брать. Также, я хочу сказать, что также, это там же, где все по 999 рублей, я нашла себе вот такую кофточку. Смотрите, какая она. То есть, все это время я вещаю вам вот в такой кофточке из секонд-хенда. Мне она очень нравится. Я обожаю цвет вот этот бежий. Я люблю бежий, серый, вот эти все оттенки. Здесь очень элегантно, очень утонченно и женственно подчеркивает вот ворот. Такие жемчужины. Они разбросаны в разных таких... В общем, разбросаны в разброс жемчужины. Это такой рукавчик, и она такая мягкая. Я не знаю, это тоже, мне кажется, какие-то натуральные материалы. Ну, в общем, такая очень мягкая, струящаяся, такая вообще-вообще классная кофточка. И последнее, что я купила в этом магазине. Мне очень понравилось это платье. Я не знаю, сначала я такое увидела, думаю, что это. Как разглядела. Ну, оно мне как-то под запало, потому что оно необычное. Во-первых, необычный принт. Во-вторых, вот это вот, это меховушки. То есть не меховушки, а какой-то материал, он очень мягенький. Такой, знаете... Короче, легкий, но мягкий. И то есть он сделан на руках, он сделал внизу. Ну, вот так вот далека совсем не смотрится, что это мех. Смотрится, что это как будто, я не знаю, ну, просто какая-то окантовка. Когда приглядываешься, трогаешь, это оказывается вот такой вот какой-то мягкий воздушный материал. Но он реально очень воздушный. Если бы вы потрогали его, вы бы офигели. И также здесь у нас идет капюшон. Здесь тоже окантовочка из этого же материала. А внутри он еще и какой-то блестящий. То есть вообще, это как... Я не поняла, для чего это платье. Оно просто на выход. А, здесь еще вот. Здесь еще вот, вот здесь внизу. Это для рук. Карман такой вот. Кенкурушка. И вот такие красивые цветочки сделаны. Ну, то есть я явно увидела, что это необычное платье. Я таких вот не вижу в наших обычных каких-то магазинах, да. Мне понравилось. Я просто сразу представила себя в нем под мои ботики. У меня есть сапожки такие, да. И вот курточка. Сапожки длинненькие, коричневые. Они вот такого цвета. Я подумала, что будет это очень интересно как-то смотреться. Короче, я сначала думаю, нафиг оно мне нужно? Что это за блестяшки? Что это за концертное? Какое-то непонятное платье. Но когда я уже подходила к кассе, я подумала, что, блин, оно мне нравится. Я просто хочу, чтобы оно у меня было. Даже если я его ни разу не надену. Но я его, кстати, даже и не мерила в секонд-хенде. Сейчас буду мерить с вами. Первый раз. Субтитры сделал DimaTorzok И вот эти все четыре вещи, вот это платье, брюки, вот это платье и вот эта кофточка, это все мне вышло на 999 рублей. То есть ровно килограммчик все это весело. Я думаю, что это прикольно, потому что это два платья, это брюки, это как минимум вот эта кофта. Одна эта кофта, мне кажется, стоит намного больше, чем 1000 рублей, если честно. В каком-то другом магазине. В общем, все мне вышло на 1124 рублей. Вообще, конечно, когда в секонд-хенде такие, ну, как бы, завозы только и килограмм, я помню, даже, по-моему, 3000 стоил когда-то. Мне казалось, это очень дорого. Вот в секонд-хенде оставить даже те же 5000 рублей, мне жалко. Вот мне кажется, 1000 рублей, вот это 1100, 1200, это, в общем, максимально, что можно оставить там. Ну, опять же, вот на такое количество вещей, которые я куплю. А так вообще, конечно, много денег в секонд-хенде я бы не оставляла. Ну что, мои хорошие, я была рада поделиться. Скажите, как вы относитесь к Леопарду? Я, кстати, делала недавно пост в Инстаграме, я там как раз была в Леопарде, такая сфотографирована. И, честно говоря, у людей такое 50 на 50, как я поняла. Неоднозначное мнение к Леопарду. Кто-то действительно считает, что это как дискусица, прошлый век, и никто не признает это трендом. А кто-то говорит, что действительно это круто, кто-то вообще пищит от Леопарда, обожает его очень сильно. То есть, у каждого свои вкусы, я отношусь к нему, честно говоря, пока что ровно. То есть, я не могу сказать, что мне не нравится. Мне кажется, что это действительно, ну, как бы, смотря с чем сочетать, смотря как, что сделано, да. То есть, ну, например, может быть, вот это, конечно, будет очень смешно смотреться и безвкусно, вот это платье, да, вот с этим вот ковровым материалом. А, допустим, вот эта вот кофточка или брючки будет клево. Кстати, надо померить, они очень похожи вообще, смотрите, как костюм. Надо будет их поместить померить. Поэтому, ну, мне нравится, и мне кажется, что я попробую выйти в свет вот в таком. И рада, что потратила на это небольшие деньги. Кстати, там еще были, там еще были куртки, там еще были толстовки, все с такими принтами. Еще были платья, в общем, очень много всего. Я даже там нашла мехламы, которые я искала и нигде не могла найти. Единственное, что я очень хотела белый мехлам, пошить из него шубу или, может быть, тоже жилетку. Но не нашла белый мехламы, его нигде нету абсолютно, все обыскала. А там была черная жилетка меха ламы. Ну, черный мне вообще не очень. Но круто, круто. Надо захаживать в секонд-хенд, иногда там можно найти очень крутые вещи. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, будьте красивыми. И тоже вам желаю найти очень много крутых вещей за маленькие денежки. Все, я вас люблю, целую, оставляйте ваши комментарии под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто вообще в первый раз зашел ко мне. Но я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok